мегалит микрофон есть антонии вопросы претензии предложения но у меня вопрос такой возможно это к тебе обращена возможно кастри был в общем в в темах сатанизма не особо разбираясь вот стало интересно кто есть сатана потому что так в в непросвещенных кругах мнение разнятся что там юцифер там шангел просто демон какой-нибудь или шари цифер это эпитет так и христианские им раньше святых обозначали иисус назначает приносящий свет потом просто произошло то что филологии называется и рация когда слово приобретает негативное значение это очень интересно а сатана тогда непосредственно это кто или это собирательный опять же образ смотря в какой мифологии но в христианской иудаизме в иудаизме а сатана то но типа не имя вообще это типа просто нарицательное короче с ними собственно это именно рецательное пишется с артиклем она означает как по-русски сказать challenger user обвинитель короче вот то есть это ангел которого бог посылает чтобы испытывать иова в книге его вот то есть причем это ангел как и все ангелы от бога неотделимый но как кардин правильно говорит на стримах с кардиным соответственно что вот бог он как кисть руки ангела не как пальцы они из него растут но это как вот а есть а за тот есть нерва то ты да то есть есть бог значит иудейский бог и всего ангелы ангел малах это посланник означает то есть вот собственно это посланники такие только они от него не отдельно них воли своей не поэтому в иудаизме сатана это просто вот такой один из множества от этих отростков бога которыми он соприкасается с нашим миром а как бы дальше уже после вавилонского плена в иудаизме вот этот вот соответственно сатан приобретает черты зороастрийского аримана как вселенского зла и уже начиная с фарисейского иудаизма он имеет уже немного другую роль а потом уже в христианстве он там искушает иисуса и там ретроспективно значит переписки пишет всякие интерпретации на тему того что змея в эдемском саду была сатаной тоже и так далее изначально чего-то не вот змея была просто змеей разговаривала больше скажу она летать умела что-то райский сад она ползает потому что наказали за то что она его из измене было ног и он наказали тем что налетать перестала она она начала ползать в итоге так то у нее бы были либо крылья либо ноги длинные то есть да то и то есть там то там вот так примеру все происходило но если именно смотреть источники иудейские христианские настоящие не не сериалы не там компьютерные игры и даже не данто алигерия а вот так все замолчали этом у меня интернет по пизде пошел просто непонятно так но это все было интересно развернуто острие поэтому просто есть что нибудь добавить вопрос по поводу так скажем в кавычках личности сатаны ну смотри вообще стала это не личность в кавычках окей хорошо ну что не грубо говоря астана является символом и на самом деле по поводу сатанизма маргинал очень хорошо ответил боженька это символ и это собирательный образ архетип так скажем а может это архетипический образ как так ну спасибо за развернутый ответ и за весь контент у меня все окей ну давай так абсолюту вопрос к тебе да маргинал назови самых интересных из ныне живущих философов я начну с другина ты продолжай ну дэниэл дэнет хороший кто еще из именно вот интересных с моей точки зрения которых какие-то интересные есть идеи я слишком много занят тем что критикую всякое говно типа там сама харриса и про прочие сране и поэтому мне вот интересно и не приходит в голову мне приходит в голову говно сам харрис говно блять ник лэнд говно значит спекулятивный реализм в целом говно ник лэнд в частности блять объективизм в целом говно значит что еще говно блять большая часть традиционалистов до геноновского толка говно и как бы и шизики и наркоманы вот идиоты кроме дугина вот но он правда телемид на самом интересные люди я думаю еще объявятся в будущем если 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 объявится мне пришлось короче переподключиться видимо это серваком какая произошла я не помню что там была одна похуй я и еще вопрос сокромаю хотел чтобы он назвал любимых художников его любимых направлениях ну как сказать но у меня явно нелюбимое направление как говорит супрематизм потому что супрематизм от про композицию как можно любить композицию про законы как бы сказать компоновки которые вот вы выявлены были общественном виде мой любимый художник уриса академического уже сибиратский семиратский вообще ван гог ван гог почему прекрасная живопись богатая на богатый формализм о живописи лично согласен с утверждением что все отмельчало все хуйня теперь мы кубы рисуем и по миллиону продаем сейчас уже принято искусство вышло в народ это предсказывали вот у было у ориона до орионова вот этого учиться да у него предсказание такое было у него даже был такая вот брошюра а то что ну про все число короче вот чем мы сейчас занимаемся тоже все число это уже не супрематизм и какой-то уже он пост супрематизм это унизм как бы унизм что уже откидывают композицию вот это уже все избавляется от него вообще понимаешь уже как бы сказать у нас акционизм какой-то но с утверждением о том что мастера кисти перевелись это полное вранье это ну как я считаю что конечно мастера которые вот они были всегда просто вопрос как бы сказать были ли они актуальны они до сих пор выставки идут академическую живопись выставляют до сих пор и наоборот из современных технологий еще легче как говорится изобразить что-то такое художественное только просто они не актуальны народ мир изменился понимаешь они вот так осценили ну и кому и зрителю интересную живопись найдите там корейского деда который по памяти может блять композиции целые делать просто занимаешь он же образ там не показывает на между ну как говорится понимаешь чем дело что он делает по памяти как бы фотографию нарисую что такую типа как своего рода запомнил это уже нарисовал но это не совсем к искусству были такие товарищи которые вот арпитографом такие вот как футуристы какие-то тоже я не помню их название какие-то там реалисты сверх реалисты которые вот рисовали арпитографа прямо аж копировали фотографию черно-белы очень достоверно но их никто вообще не помнит понимаешься забыли не нет в этом что-то такого вот нет в этом ошибки какой-то это понимаешь что делать должна быть какая-то неряшливая ну иконописцы и софри на это понимаешь это декоративно прикладное искусство своим канонам как его роспись как бы совершенно другое вот кстати как ты точно так же как супрематизм это вот это футуристическая роспись иногда позиционировалась так как туристическая роспись так что сравнивайте академизм академическую живопись или реалистичную декоративно прикладным искусством может только человек профан как роспись я не знаю какой смысл направлении ладно 20 человек взяли ожиданий кикаете пожалуйста меня да вот сакрама рассказал человек профан да мне хочется сказать этому городу нужен новый герой хорошо тогда вопрос маргиналу марго на одном из тоже довольно старых стримов у тебя у вас довольно часто эта тема возникала о априорно синтетических суждениях и о том насколько математические выражения являются априорно синтетическими и вы по моему с с левшиным да сергеем левшиным вот я ошибаюсь но по-моему ты его точно утверждал что сами по себе эти математические суждения они аналитичны объяснить почему то есть ли ну я знаю естественно что значит аналитическое синтетическое именно в терминах канта ну вот в терме в терминах канта ну то есть какие бы они не были анахронистичные да то есть архаичные древние значит для 21 века тем не менее дайте воспользуемся терминологии канта то есть аналитическое суждение суждение в котором предикат содержится субъекте синтетическом соответственно предикат не содержится возьмем утверждение 2 плюс 2 равна 4 значит субъектом является ну да буду давать 4 равно 2 плюс 2 так нагляднее субъектом является 4 то что она равняется 2 плюс 2 это значит предикат того свойства с точки зрения канта здесь убиво предикат не содержится субъекте то есть вот мысль про мысль про 2 плюс 2 она не содержится мысли про 4 нам проблема в том что но то что 4 равно 2 плюс 2 она означает что 4 2 плюс 2 они взаимозаменимы во всех ситуациях по закону лебнец значит это значит что 4 можно заменить на 2 плюс 2 например а 2 плюс 2 на 4 в любой момент а это значит что утверждение 4 равно 2 плюс 2 она полностью эквивалентно утверждение 4 равно 4 а также эквивалентно утверждение 2 плюс 2 равно 2 плюс 2 а если утверждение по форме представляет из себя x равно x а если утверждение имеет форму x равно x то как она может не быть аналитическим то есть как как вот может не содержаться как может 4 не содержаться 4 принципе ну если мы гегельянцы то может как бы но типа есть если если без беда без гегеля без маркса без православия то есть вот без короче чебе без читов как вот сделать так чтобы математические суждения не более аналитически математических суждений они были так математических суждений подождите ну кант про слова суждения использует потому что он лингвистически наивным случае ты ведь рассматривая 4 равно 2 плюс 2 2 плюс 2 это в данном случае что это ведь действие над числами то есть это проведение определенной операции операции сложения а четверка в данном случае не является тем же самым четверку даже в математике всегда когда берут два элемента и складывают в результате получается сумма то что уже ранее нет то есть в данном случае мы рассматриваем как функцию которая принимает два элемента а в итоге получается нечто уже третье что не подразумевалось в них самих потому что мы в данном раз в данном случае рассматриваем двойку но вот так ты говоришь про функцию которая принимает он ты говоришь про бивалентную функцию да то есть сложение такая вот бивалентная функция принимает два элемента проблема в том что это все следует из заведомо перечисленных свойств сложения свойств там чисел до ряда натуральных чисел так далее из которых дедуктивно просто следует все возможные математические утверждения в рамках той или иной математической дисциплины то есть в рамках того или иного формального языка например случае с 2 плюс 2 равно 4 это арифметика это формальный язык арифметики который подчинен точнее которые сводятся к наш базовым аксиомом этой самой арифметики опять-таки следование из этих аксиом чисто дедуктивное она опять-таки представляет из себя последовательность аналитических но заключений так или иначе потому что опять-таки ну по той же короче причине мне мне лень досконально это формулировать ты меня понял или нет или нет или надо продолжать потому что ну типа там она бы по моему но не мне вообще хотелось бы объяснить с одной стороны с другой стороны мне бля лениво не но ты прошла ошибся не ошибся математические утверждения все аналитические никак не снизу нет вне зависимости от того что ты сказал то что в данном случае даже если это система она существует в рамках формальных систем в данном случае сумма чисел она все равно остается синтетическим суждением потому что в результате получается элемент который не подразумевался ни в одном из элементов предыдущих то есть подразумевался нет потому что целое все таки не равно сумме ну как она в результате это это не аргумент этот постулат блять и они принимают целое равно сумме человек как бы частей а я говорю равно блять то есть этот ничего не значит противореченными чему противоречески логическое же логически противоречит данном случае что целое равно сумме частей это противоречит чему-то блять вонич не оба наоборот больше суммы частей это кабанте мать да да я вот это хотел сказать я ошибся ну вот собственно это целое всегда больше своей части она не может быть в части находиться из как-то вообще связано это как это гуманитарная дресня смотри 2 плюс 2 равно 4 тут все просто 2 плюс 2 заменяется на 4 если она действительно равно 4 из не равно то его заменить нельзя на него если если равно то его можно заменить на 4 в любой любом контексте значит меняешь на 44 заменить на 2 плюс 2 получается утверждение форма x равно x что непонятно рождение анатолий может не быть аналитическим в этой ситуации то есть ты имеешь ввиду что вообще математические суждения аналитические да о шумарга если все суждения математические они являются аналитическими возьми два числа которые исчисляется там не знал шестизначные два числа и сложи их для тебя они составят труда сложить их не используя галькуляторы ничего просто вот раз они аналитически и значит ответ уже содержится привлекать тебе не составит труда вычислить там сумму произведений частные не важно не этот не следует вообще никак это с ну как ты сам сказал что они аналитические то есть уже содержится предикат и тебе не нужно как приводить каких-то действий чтобы получить результат в данном случае здрасте здрасте это никак не следует ты видимо ты видимо думаю что аналитические суждения ты путаешь априорные суждения и аналитические 1 априорные аналитическое суждение аналитическое суждение это суждение в котором субъект содержит предикат то есть тебе ничего не нужно делать в принципе то есть приди капом уже содержится и тебе эта тавтология получается нет мне не мне ты путаешь меня с предикатом ожога на него мне содержится в предикате привлекательно это ты не знаете что я как бы его знаю той далее это не следует вообще никогда ну почему когда говоришь не оно уже должен содержаться в преди корректор уже но не значит что я как бы могу это умозаключения сходу провести это не следует даже из канта же мы игнорируем ошибки самого кант оттаю даже из работы канта не следует что если ты знаешь субъект то ты можешь назвать предикат сразу просто что он аналитический нет он следует ну ты может быть не прав запросто вот например аналитическое суждение все тела протяжены ну да человек может верить что не все тела протяжены запросто просто может ошибаться его восприятие самая не позволит ему это на самом деле ну как он может сказать всех все холостяки нежената человек может неправильно использует слов холостяк обосраться несмотря на то что аналитическая истина гласит что все холостяки нежената то есть это вообще никак не следует то что суждение аналитическое не значит что в рассуждениях отдельно взятого разума значит за конкретным субъектом всегда будет следовать конкретный предикат нет означает что следует то есть правильно было бы сказать так но как человек скажет уже другой вопрос это ты уже получается это как ваш ну в каком-то смысле можно так сказать в ваш тайм в одном из видосов приводил цитату 1 из геометрии который что сказал что любая дисциплина способна познанию лишь в рамках категории которые доступны то есть я правильно понимаю я вообще не знаю нахуй ты это спизданул сейчас я я говорю что логика вообще в принципе математика и так далее не психическая активность то есть тут такой момент есть что ты путаешь у как бы умозаключения суждения и процесс вот вообще мышление у человека в голове блять это две две большие разницы то есть как бы это татья понятно или нет да да понятно ну вот все домину свитой вопросы претензии предложения меня слышно да отлично так такой вопрос то есть ты утверждаешь что поведение людей генетические тренируем это правильно поведение популяции человеческих генетически детерминировано да хорошо то есть получается то что ты называешь пустынными религиями то есть монотеизм который появился на ближнем востоке он возник в определенных условиях то есть среда отобрала определенные гены которые определяют явление таких тогда в какой-то мере да тогда каким образом эти религии распространяются на те популяции которых подбирала другая среда допустим ты говоришь что европейцы которые жили там в лесах и молились там своим деревьям охуенным они их среда отобрала учатые другие неры подходящие для жизни в этих условиях но как на них религии другой стены не распространились те практики там распространились из этих практик из этих религий распространились те практики которые могли распространиться то есть тут такой момент есть что не нужно с лингвистически наивной позиции подходить к этому вопросу то что мы называем две разные совокупности практик христианством или две разные совокупности практик исламом нет не значит что строго говоря у нас должен быть какой-то вопрос на тему того почему тут одна и та же религия на это же религия называем одинаково просто это в курсе что вуду это разновидность католического христианства то что официально религия вуду признана разновидностью католичество равно как и религия сантерии это как вуду так бразильская то есть и ничего норма христианство все пиздец то есть то же самое принципе такие же примерно различия между христианством коптским христианством русским православным христианством харизматическим и так далее что они постоянно видоизменялись то есть зачастую тех людей которые жили более по библии в огромном количестве убивали и наоборот те люди которые жили более по библии вот на то есть эти любители всякий сусол скриптуры всякого такого тоже убивали вот и так и так бывало по-разному было вот распространялись те практики которые могли прижиться в том или ином регионе вот на юге на юге европы прижилось католичество на севере прижился протестантизм как так получается но вот посмотри на свойства значит протестантских религий как то например детерминизм детерминизм и фатализм пример посмотри на свойства католической веры как то наличие церкви гигантской титула pontifex maximus который перекочевал из римского язычества дословно наличие всяких догматов типа великой цепи бытия что кстати для моей картины мира не так важно какие там догматы нет до пизды важно чего они делают действительно то есть симптомами каких действий являются те или иные теоретические установки детей детерминизм например симптомом каких действий является детерминизм какие последовательности действий детерминизм вызывал у германских язычников и какие последовательность действий из практик соответственно он вызывает у протестантов вот это интересно ответ на вопрос такой религия как и любая совокупность порно то есть религия совокупность практик вот и когда мы смотрим на то как вот та или иная религия приживается на чужой для нее почве мы обнаружаем что там приживается конечно не все практики далеко от некоторых приходится отказаться вот собственно и все собственно христианство в какой-то мере вообще представлял из себя изначально процесс отказа от огромного количества практик вроде обрезания например то есть это в общем то суть христианства в какой-то мере то есть это христианство это такой иудаизм с празелитизмом то есть вот собственно все не совсем понятно в чем твои претензии к тому христианству которые переняли европейские народы если они все равно переняли только те практик который как бы уже были остальные которые могли прижиться не те которые были им свойственная которые могли прижиться не то же самое вот приведу аналогию аналогия от не аргумент это сейчас не аргумент будет сейчас будет аналогия для того чтобы объяснить просто то как я понимаю вот есть биологические виды есть инвазивные виды на какой-нибудь аргентинский муравьев конечно же можно высадить день в тундре он там сдохнет можно высадить где-нибудь в средней полосе россии там у него все будет заебись он просто кому пожрет все местные виды муравьев и как бы обозрев все окружающую среду ну типа он прижился да но это все равно не его территории изначально было то то что он там прижился но все равно надо как бы ну чё-то с ним надо делать короче с этим муравьем понимаешь я сейчас не имею ввиду на всякий случай надо пояснить я сейчас не имею ввиду никаких окончательных решений каких-то этнических вопросов да потому что на мой взгляд но всякие попытки уничтожить какие-то категории населения особенно которые ну типа этническому признаку это ни к чему хорошему не приведет вот принципе поездят не следует из генетического детерминизма кстати совершенно никак вот и из географического детерминизма тоже но тем не менее вот так же как бывает инвазивные виды бывает инвазивные совокупности практик в том числе религиозных практик как то христианство коммунизм буддизм вести в принципе полно да но в такой в этой кстати категоризации сатанизм это разновидность христианства такой момент все-таки мне кажется что не бьет я вижу тут противоречия потому что все таки идеи это не муравьи если они прежде они же приживаются не просто на какой-то определенной территории а в головах у людей ну я просто тебя а я не про идея про практике то есть практике смотри по какому признаку а каком принципу они приживаются или не приживаются по такому же принципу по которому приживаются или не приживаются какие-нибудь гены если какая-нибудь практика позволяет некой популяции в большинстве своем прожить достаточное количество времени чтобы эту практику передать следующее поколение то все это практика значит полезно то есть просто это такое определение это я такое даю определение полезной практике если эта практика позволяет вот достаточному количеству популяции выжить до возраста такого когда они передадут по проекту следующему поколению значит о как бы практика хорошая это также как собственно с генами это устроено в естественном отборе ну да ну ну да ты по сути не докин дочек перескал просто получаем не туда кинза этого нет ну да кинза про меня у него там да у него мемы отбирают и правда это другое смотри получается что те практики которые переняли европейцы приходом христианство они оказались полезны если они позволили продолжить себя нет я повторюсь потому что с моей точки зрения там действуют аналогии с инвазивными просто видами то есть да они конечно нормально получается размножаться они типа прижились у них все охуенно ну да она просто это следует из твоих слов из каких именно что что именно из каких именно слов следует из твоих слов о том что практике практика считается полезной если она позволяет ее носителям продолжать ее передавать и следующим поколением значит если практика пришедших христианство передала следующим поколением мощного полезно ну нет те практики которые передались от полезной практики да ну ладно это опять спор о словах короче то есть я те практики которые передались от полезной практики не значит что в целом христианство это как религии европы блять то есть ну иисус откуда был вполне все понятно понятно что не религия европы но если она ну типа она может быть сколь угодно хорошая но просто как кто критерии это придумывает ну я по твоему по выдуманному тобой критерию не не это 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 про полезные практики типа полезные практики так это как же заебись да что они полезны это то я признаю что те практики которые прижились они полезны и действительно но это не значит что там типа возьми паражок и пирожок блять с полочки на хуй и типа все ну хорошо блять ездим во всем есть нахуй полезные блять практики в любой совокупности религии с полезные практики иначе бы этой религии просто не было то есть это блять тавтология не значит что любая религия подойдет любому региону просто потому что блять она которая прижилась так она в любом случае приживется она видоизмениться и приживется вообще в любом регионе в принципе но адаптируется просто ну типа как бы вот вот был запрет на там поедание свинины ибо было обрезание обязательно взяли отменили чтобы больше людей привлечь осталось тебе блять терпильная этика с подставлением щек раздвиганием очка блять так далее то есть собственно и все который влечет за собой гораздо более решающую совокупность практик стать чем запрет на поедание ебаный блять свинины на насчет подставления шок не знаю как его в течение истории христиане особо-то подставляли щеки соседним народом и другим странам как как всегда теоретически риторически обосновывали это потому что эти другие народы сами не были христианами были обречены над сами христиане они как бы между собой типа представляет щеки раздвигают ну ладно спасибо за по вопросам аборта собственно я как бы ну считаю то что аборт нужно собственно запрещать в любых собственно ситуация они там допустим как ты то есть в ситуации там когда это изнасилование или там рождение собственно грозит смерти в рождении ребенка грозит смертью но по поводу рождение собственно ребенка то что рождение ребенка может повлечь с собой смерть на матери это ну вообще в нормальных клиниках такого опыта быть вообще не должно потому что если ребенок с нормальной не выходит то его вытаскивать кессеры есть такое да в любом случае могут собственно смотри чувак я не акушер нихуя но у меня есть подозрение что ситуацией в ходе беременности может быть очень много разных до уровня дозрева на специальные анализы то есть они препарат ну как специальные я имею ввиду что не все фиксится без аборт не любую у него можно пофиксить никого не убив ну хорошо хорошо тут у нас тогда допустим допустим это чуть чудесный случай так что в хорошей клинике действительно в сша там где-нибудь умирает собственно роженица тогда вопрос у нас в принципе кто-то умирает зачем тогда собственно убивать ребенка не интересно но для того чтобы сохранить того человека который уже как бы родился и состоялся то есть тут в данной ситуации понимаешь мы даем просто путь но убиваясь ну да но мы как бы это это и марта этически спорный момент на самом деле очень тоже есть много ситуаций в которых вообще не замешаны родов которых можно убить одного человека для того чтобы спасти другого тоже одного человека и спорной спорной даже ситуация когда спрашивают можно ли убить одного чтобы спасти двух или десятерых и говоря уже о том чтобы смой за ругой 1 нахуй не тот же вопрос то есть если уже на количество идет ну вот в принципе ну в этой топике как бы что это 11 как бы сенок это умирает как бы ну почему это должен быть ребенок который мы жить и жить до вроде они собственно мать а мать еще родит окей окей но подожди вот он в любом случае почему-то не дочь еще родит или там ну потому что ребенок душа не все не все дети дочери хорошо хорошо я говорю почему сын кого-то не поцепит тоже гена передаст сын не родит чувак эти ну и образ тронс очень понял да нет но есть как бы такой момент в биологии как по-английски нравится mail expender биларии то есть когда в какой здесь взять две деревни обе пережили болезни эпидемию вот в одной значит выжил один мужчина и 30 женщин а в другой 30 30 мужчины одна женщина ну да я понимаю женщина ценируется в принципе это даже биологическое ощущение популяционно это просто факт жизни ну в этом случае тогда понятно насчет вообще в принципе почему против какого-либо аборта то есть потому что но у нас убийство это собственно как способ предотвращения так сказать такой в принципе преступления да и как бы ребенок ну то есть зародишь да он не может как бы нарушить ничего в принципе то есть его не за что по сути превращать такая фраза собственно тебя я слышу если у нас будет система превращения замест системы наказания превентивные меры то есть евгеники приведет но мне не звеника уже есть тогда отлично все все значит ходит то есть вот такая позиция любой закон это евгеническая программа вообще любую интересно ну тогда собственно проблем нет я не против любой закон и физическая программа до имеется ввиду закон в плане юридический да а все понял это то есть считать что вот законами направлен на какую-то ну как бы сказать фильтр как бы сказать негативных товарищей ну да в какой-то мере да то есть не то что направлено просто по факту выполняет такую функцию может тогда знаешь и наука несет такую цель знаешь просто как бы вот людей которые хорошо там полезны для социума они продвигаются вперед остальные как говорится стал наука на самом деле ведутся спора как на самом деле устроена наука с наукой там не все так просто закон это тупо совокупность ебаных правил поэтому там смотришь на правило и в принципе все понятно более-менее а с наукой там и тип непонятно к этому на самом деле алгоритм действий то есть по большей части там люди ну по знакомству пуликует творят и все то есть это но не то что ну слушай тогда в любом случае не ну вот кстати не знаю сейчас вряд ли уже получится по знакомству вытворить какой-то закон там ну не закона какую-то сказать что-то революционное внести если у них получится то они должны опираться на данные то есть они в любом случае развиваться разбираться в этом должны не ну разбираться это другое там просто консенсус научные основном на всякой дружбе на нетворкинге строятся не на каких-то охуенных открытиях эксперимент тогда наблюдениях то есть ну вот там цитируемость например то есть хороший научный журнал то который много цитирует там блять толковые ученые тот кого цитируют много а эти хуи они друг друга цитируют блять кто кого лично знает от того и цитирует причем низ хуя блика хуй во лбу просто вебет эту цитату просто чтобы индекс повысить и так далее так и хуйни очень много и это вот вся наука она из этого состоит чуть менее чем полностью то есть конечно заебись но от этого никуда не денешься абсолют да интересно что тогда вот как считаешь как можно преобразить вот такую мне кажется не как я я думаю не как денег а сейчас танцуем а сейчас танцую а сейчас ни его Деньги не платили, деньги